Инвесторы вкладываются в страну не горят желанием, опасаясь столкнуться с беззаконием и произволом со стороны всех уровней власти. Некорректные действия казахстанских чиновников, наезды представителей надзорных и контрольных структур, силовых органов и просто местным населением для них критичны, а промедление с решением проблем государственными структурами смерти подобны. Так что неудивительно, что иностранные инвесторы предпочитают обходить Казахстан стороной, несмотря на горячие призывы Ахурды вкладываться в его экономику. А внутренних инвесторов, если ты не свой, чиновники и вовсе не ценят. Подтвердим наши тезисы конкретным случаем из бизнес-практики. Как признаются власти, главный проблемный вопрос для инвесторов это выделение земельных участков. Кроме того, инвесторов ждут барьеры в виде внутриведомственных правил, формализм, бюрократия, волокита, слабая инфраструктура, особенно в регионах, разрушительная роль СПК. И как следствие, складывается впечатление, что власти на местах не заинтересованы в конечном результате бизнес-проекта, хотя должно быть с точностью да наоборот. Парадокс. В последнее время появился еще один инструмент влияния на бизнес. Это фейки в соцсетях, которые препятствуют работе инвесторов. В странах, где доверие к властям и гос. СМИ низкое, интернет становится главным, а порой и единственным источником информации. Да, казалось бы, есть закон, который должен защищать достоверность информации, но он не соблюдается. По крайней мере, никто еще не понес ответственности за фейк. Прецедентов не было. Но ведь просто так фейк не появляется. Нужен мотив. Иногда заинтересованные лица пытаются влиять даже на судебные решения. Мы проведем журналистское расследование и расскажем, как всего три владельца коттеджей организовали травлю в соцсетях для инвесторов. Они писали во все инстанции. И последние стали буквально кошмарить бизнес. Начнем по порядку. В 2019 году на РКС, наряду с другими проектами, предприниматель Мергалиев, глава ТОП СПСЕРИК, получает одобрение двух инвестпроектов. Партнером инвестора стал СПК Ахжаик, который выступает с землей. А инвестор за аренду платит деньги. Он даже озвучил стоимость аренды местным СМИ. Первый транш – 10 миллионов тенге. В проект уже вложено более миллиарда тенге. Проект разведения осетровых и карповых в рамках парка отдыха был задуман для развития туризма, для привлечения гостей из соседних областей и даже стран. Такой подход был не случайен. Нужно было окупить вложенные средства. Пока рыба метет икру и набирает вес, гости могут воочию понаблюдать за этим. Ставка была сделана на семейный досуг. Такого проекта на территории областного центра еще не было. База отдыха Сецейл Парк переводится как «парусный парк». Здесь гости и жители приятно проводят время. Даже зимой здесь можно весело отдохнуть. На побережье реки и отдельном островке с выходом на водоем вас ждут уютные домики с необходимой мебелью и техникой. В парке можно кататься на лыжах, на коньках, скатиться с горки. Парк работает по принципу all-inclusive. Раньше здесь было вообще болото, мусорка была, ничего не было оборудовано, ни пляжа не было, ничего. У нас были тогда маленькие дети совершенно. Мы искали где бы отдохнуть и нашли то место. Наконец-то, что здесь мы рады, что такое у нас в городе Уральске. Это есть, оборудовано, шикарно все. Нам очень нравится. Все бы хорошо, но тут появились подводные камни. Как отметили юристы ТОО, осетровое хозяйство осталось без предполагаемого земельного участка. На комиссии МСХ выяснилось, что земельный участок уже выдан круг улиц, как отмечает инвестор непростым людям. Инвестор был сильно удивлен этому обстоятельству. На каком основании естественный водоем был выдан под садоводство? Оказывается, участки были выданы в один день одним постановлением. Что касается второго инвестиционного проекта, это воспроизводство осетровых, ну там вообще нонсенс. То есть на этом пруду выделили 17 участков одним числом в 16-м году. Они не осваиваются, там вода, там лебеди, там утки. Как это можно было выдать? И сейчас идут судебные процессы. Ну это вообще нонсенс, конечно. Поэтому осетровые у нас встали. Ну я полагаю так, что в любом случае, наверное, этот инвестиционный проект еще даст о себе знать. И мы его будем реализовывать. Из-за возникшей повышенной нагрузки и стресса, которые вызваны непрекращающимися распрями и судебными разбирательствами, состояние здоровья заместителя гендиректора ТОПСП Серик Татьяны Трифоновой резко ухудшилось, что привело к скоропостижной смерти выдающегося человека. Обратите внимание, участки были выданы в 16-м году, но они до сих пор не освоены. И, как полагает инвестор, хозяева этих участков просто ждали нужного часа, чтобы перепродать их подороже. С момента признания проекта инвестиционным предприниматели стали предлагать участки по несколько миллионов тенге за сотку, от полутора миллиона и выше. Такие манипуляции с участками можно расценивать только как коррупционные действия со стороны госорганов, полагает инвестор. Причем один из участков вообще был выдан во время моратория, и они были выданы в природоохранной зоне. Уполномоченный орган МСХ и Акимат пытались оспорить выданные предписания, однако суды первой инстанции и апелляционные отказали в исковых требованиях. Я с вами согласен абсолютно, то есть это не санкционированный был заход, конечно же, естественно. То есть люди, воспользовавшись ситуацией, не должны были уплатить штрафы за то, что незаконно это заняли. Не получив земельные участки для осетров, инвестор перешел на следующий проект – карповый. Конечно, здесь соблюдаются все технологии. Карпам даже дополнительно подают кислород. Маточное поголовье дало потомство, и сейчас здесь живут и набирают вес миллионы мальков. Инвестор сделал, что обещал, хотя дачники говорили, что рыбы там нет. Между тем, уникальная технология позволяет фильтровать и очищать воду, и затем уже подавать ее рыбам в водоем через своеобразный водопад. Теперь вернемся к дачникам. Речь идет о трех жителях, которые незаконно присвоили себе государственные земли. И несмотря на то, что это природоохранная зона, и там запрещено садоводство и строительство, дачники более шести лет пользуются этими участками. Они установили пирсы, но на них уже наложен административный штраф, и захват земли – это факт. Однако добровольно освободить землю они отказались, и до сих пор занимают участки. Несмотря на то, что уже вынесено решение в суде первой инстанции и апелляционном суде в пользу СПК Ажейх, сейчас остается последняя инстанция – кассационная. Они преследуют свои личные интересы, где произведенным был самозахват, где этот уголок только для них был райским уголком, и никому туда доступа не было. Там было болото, заросли, там была мусорная свалка. И когда мы сейчас, наоборот, поддерживаем экосистему, убрали это заболачивание, и они остались без самозахваченных участков. Но зато эта земля, теперь ей пользуются все горожане. Хотели бы, конечно, помощи от исполнительных органов, от СПК Ажейх, но никак. Инвестор выпустил бесплатные карты на посещение для всех жителей садоводческих обществ. Однако дачники отказались. И тут мы подходим к основной проблеме – это сервитут. Как известно, сервитут – это право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком. В данном случае инвестор договорился о сервитуте, чтобы добраться до участка и проложить по нему все необходимое. Но в итоге сервитут достался объединенному садоводческому обществу, которое даже не нуждалось в нем. Мы не можем отменить свои же постановления на основании акта проверки земельного инспектора. По закону, даже если Акимат не прав, свои же постановления он отменить не может. Иначе начнется беспорядок. Раньше здесь было болото. Чтобы все привести в порядок, инвестор заключил договор с местным ДЭП и получил разрешение с ЖКХ на вырубку сушняка. В общем, проверка всех уровней установила, что информация о беспощадной вырубке фейковая. Наоборот, инвестор посадил саженцы на 11 миллионов тенгей. Далее. Дачники заявляли о засыпке воды и об изменении русла реки. Это не подтвердилось проверкой чиновников экологии, ГАСКО, партии власти, рыбной инспекции и Каспийской инспекции. На самом деле, инвестор сделал берегоукрепительные работы, потому что под горкой была примесь клины ссыла, и вода начала подмывать горку. Чтобы устранить угрозу, инвестор демонтировал горку и построил на ее месте новую инновационную горку. При оформлении искусственного пруда пришлось проводить берегоукрепительные работы с монтажом шиверной заслонки. Еще одна такая заслонка служила для заполнения весенней водой для предполагаемого осера под осетром. Таким образом, жалоба дачников о том, что инвестор изменил русло реки, тоже не подтвердилась. Далее, дачники заявили, что инвестор чуть ли не наносит вред экологии. Первая проверка выявила отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающей среду. Инвестор удивился, какой может быть выброс у парка отдыха. Это было бы странно, ведь тут нет производства, здесь услуги. Но инвестор попросили выплатить штраф в 280 тысяч. При этом экологи заявили, что краска, электроды и пыль нанесли ущерб природе в размере 5 тысяч тенге. Как позже выяснилось, таких разрешений при таких проектах вообще не требуется. Далее, экологи не нашли экоэкспертизу, но инвестор относится к компаниям так называемой четвертой категории. Иными словами, инвестор не должен делать экоэкспертизу. То есть выяснилось, что инвестор не нарушал экологию, как это преподносят дачники. Наоборот, благодаря очистке мусора, каскадной очистке воды по израильской технологии и улучшению всей экосистемы, горожане и гости получили чистую зону отдыха. Далее, дачники заявляли, что в парке проходят пенные вечеринки, но инвестор заявил, что даже эта пена экологически чистый продукт. Ее применяют во всем мире. Более того, инвестор полагает, что дачники сами наносят вред экологии. Так, по словам предпринимателя Мергалиева, на протяжении многих лет у трех жителей коттеджа не производится откачка септика. И все нечистоты, в том числе и содержащие бытовую химию, уходят в недр земли и оттуда попадают в подземные воды. Переполненные ямы и септики способны нанести непоправимый урон окружающей среде и здоровью граждан, пользующихся водой из колодца. Некачественная работа септика сопровождается не только появлением неприятного запаха, но и выходящими наружу сливами. Кстати, это и называется сбросом загрязняющих веществ. То по этому поводу писало жалобу прокурору экологии ЖКХ, но проверки почему-то не последовали. После этой компании шины против инвестора были направлены многочисленные проверки. Кое-кто хочет чужими руками задавить бизнес, а Валакита, бюрократия партнера СПК Ахжаир и Акимата наводит на мысль, что все это не может быть организовано без поддержки или даже прямого участия Акима региона, полагает инвестор. Власти бездействуют. По мнению инвестора, почувствовав это, дачники организовали еще более активную травлю в соцсетях, хотя до этого они шли на компромисс с инвестором. В свою очередь, инвестор не раз обращался с жалобами на дачников в адрес партнера СПК и в Акимат. На этих кадрах видно, как много было обещаний, но ответов, вы удивитесь, не последовало ни одного, абсолютно нулевая реакция. Таким образом, складывается впечатление, что Акима области поддерживает жалобщиков, а СПК Ахжаих лукавит и при этом тормозит работу. Возможно, местные власти боятся, но чего? Выходит, что Акимат, как лебедь, рак и щука, тянет сразу в разные стороны. Выполнить обязанности перед партнером-инвестором, выполнить поручение тормозящий проект или идти на поводу у жалобщиков. А главное, в чьих интересах они действуют, тайно покрытая мраком. Мы не должны на инвестор все накладывать, что вот какие-то договорные обязательства выполняем. Мы тоже понимаем, что идет судебный тяжелый, не по вине инвестора. Эколог Сариев говорил, что ответственность за ситуацию лежит на госорганах. Должны были проконсультировать инвестора, рассказать обо всех подводных камнях, какие документы нужны, что разрешено делать, а что категорически запрещено, заявил эколог. Руководитель комиссии филиала Нуротан Камашев солидарен с экологом. Если бы СПК ЖАИК сопровождал проект юридический от и до, этой проблемы сейчас не было бы, сказал он. Но несмотря на такие заключения, после жалоб жителей в правящую партию проверок стало еще больше. А ведь инвестор еще не вышел на рентабельность, пока он несет только расходы и при этом создает рабочие места. Это социальный проект, говорят в НПП. Почему мы говорим социальный проект? Потому что мы все отлично понимаем, что в данной ситуации ПСП СЕРЕК, он, естественно, реализуя этот проект, он, естественно, не получает выгоду с него. Он сейчас при создании, при реализации этого проекта, он только лишь вкладывает. Да, будут когда-то в последующем какие-то, может, доходная часть пойдет, но сейчас нужно принимать во внимание, что субъект бизнеса сейчас несет только лишь затраты. За реализацией любого инвестиционного проекта идет создание новых рабочих мест. Идут реализации вспомогательных каких-то производств. То есть обеспечивается занятость, занятость населения, молодежи. К тому же выходит, что у этих трех дачников появилась возможность попиариться и, мало того, заработать на этом. Они предложили выкупить свои коттеджи по баснословной цене, но переплачивать за это нет смысла. И пока хозяева коттеджей рычат на инвесторов, их собаки лают на маленьких посетителей парка, пугая детей и их родителей. При всем этом, несмотря на суды и замороженный проект со сетрами, гости и жители еще имеют возможность отдохнуть в парке. В летнее время это шезлонги с оборудованной береговой зоной, катание на лодках и катамаранах, прогулки на теплоходе и надувные батуты для самых маленьких гостей. Редактор субтитров А.Семкин